Добрый день, мои дорогие любители вязания! Мы сегодня с вами продолжаем работать над кофтой, которую вот сейчас видите на экране. Судя по комментариям к первому видео, она понравилась очень многим. Действительно, кофта смотрится исключительно, поэтому мы сегодня с вами разберем, как нам сделать вот такую вставку, очень простой узор, и мы с вами разберем, как нам связать треугольную часть нашего квадрата. Я покажу, как или расскажу, как сделать половину, но, в принципе, если вы поймете, что поворотным вязанием вяжется треугольник, то можно будет связать и половинку. Итак, приступим! Итак, мы с вами соединили нашу полосу, и теперь будем вязать кайму или кружевное полотно, которое будет соединять наши полосы. Как соединять полосу? Я показала очень коротким маленьким видео в Инстаграм. В моем аккаунте вы можете зайти, под видео будет ссылка на мой Инстаграм, можете зайти и посмотреть. А мы сейчас с вами поговорим, как будем провязывать вот эту кайму. Вот у нас с вами есть схема. Здесь вот показано... Вот посмотрим, вот в этом более понятно, да? То есть мы с вами должны закрепиться в угловой части и через одну воздушную петлю провязывать наши столбики с одним накидом. Вот и я закрепилась. Но так как у нас столбик, это 3 воздушных петли, поэтому я вяжу 1, 2, 3, и четвертая петля у нас получается между столбиками накид. И захожу вот в первый столбик, первый столбик наших обвязанных уголков. Провязала. 1 воздушная петля накид, опять через 1 столбик, столбик. То есть, как я и говорила, очень простая схема через 1 столбик. И вот мы с вами так провязываем вот такие вот окошки. Теперь давайте посмотрим вот такой вот важный момент, когда у нас мы провязали весь квадрат через 1 петлю на основании и нам нужно соединить вот 2 квадрата. У меня вот здесь немножко разошлось то, как я сшила. Но вот смотрите, я немного по-другому предлагаю сделать, чем у нас показано на схеме. У нас показана вот 1 воздушная петля и мы вот от столбика предыдущего получается заходим в арку последующего. Когда я так сделала, получилось очень некрасиво. Я предлагаю сделать вот что. Вот у нас с вами последняя арка, да, столбиком. Я сделала 1 воздушную петлю, накид. Вот у нас 1 воздушная петля. Есть арки? Я во вторую, то есть в центральную, зашла, провязала недовязанный столбик с 1 накидом, следующий накид. И здесь у нас 5. Вот 1, 2, то есть в центральную зашла. То есть мы с вами провязали, как бы захватили 2 столбика, 1 и 2 квадрата, и соединили их в 1. Теперь 1 воздушная петля. Здесь получается, вот пропустили, следующий столбик нижнего ряда мы провязали столбик. 1 воздушная петля накид через 1 столбик. Я предлагаю так. Вы же можете проэкспериментировать. Возможно, вам понравится соединение, так как показано на схеме. Итак, я сейчас довяжу до конца и разберем второй ряд. Итак, мы с вами провязали ряд. Вот у нас с вами получились такие кошки. Теперь мы поворачиваем с вами вязание и будем вязать второй ряд. Давайте посмотрим. Вот, к примеру, мы повернули. Нам нужно сделать 3 петли подъема. Ну, как тут показано, в рядом стоящий столбик, хотя здесь получается немножко иная схема, когда мы вяжем с вами горловину, но она понятна будет тогда, когда мы с вами разберем все остальное. То есть мы прямо вот в этот столбик, с которым сейчас будем начинать вязание, сделаем пышный столбик или столбик. 3 столбика с одной вершиной, 3 воздушных петли, пропускаем в 2 окошка, и опять вот столбик с одной вершины. То есть, сейчас мы с вами вяжем вот 1, 2, 3, накид, и вот в этот столбик я провязала один недовязанный и второй недовязанный, и соединила их вместе. Теперь вот 1, 2, 3. Получается, мы 1 пропускаем столбик, в следующий столбик зашли, не сделала накид, провязываю 1, 1, 2 и 3. И вот третий столбик. И соединяем. Соединять можете так, как вам больше нравится. Опять 1, 2, 3. Через 1 столбик накид и делаем пышный столбик из трех недовязанных и соединяем их в одну вершинку. Так вяжем весь ряд. И так вот мы с вами провязали второй ряд. А дальше у нас с вами будет повторяться, как вы видите, вот первый ряд у нас с вами вот окошки, второй ряд вот эти вот столбики. Опять окошки, опять столбики, окошки. И далее вот этим вот расстоянием провязываем мы можем 2 ряда, мы можем 3, мы можем 1 ряд провязать. Вы можете регулировать размер на ваше изделие. Все зависит от того, какой размер самого квадрата. Возьмите выкройку и промерьте, сколько вам нужно провязать вот таких рапортов вот этой вот каймы или вставки узора. Я сейчас довяжу еще 2 ряда и мы с вами посмотрим, как оно выглядит. Я провязала следующий ряд и как вы видите, мы с вами вяжем столбик. столбик пышного и столбик вяжем или под арку, или в саму петлю. Все будет зависеть. Вот у меня провязано в петлю, вот подарку. У меня нитка толстая, поэтому красивее смотрится в петлю, чем подарку. Вы смотрите по своему вязанию и как вам больше нравится. Опять мы повернем вязание и опять с вами провяжем вот пышные столбики. Вот я провязала еще несколько рядов и как вы видите, что у нас с вами получается. А вот эту уже часть мы должны привязывать или пришивать иглой к следующей полосе наших квадратов. Обратите внимание, что сам вот этот узор немножко, видите, вот он стянул. Поэтому вот этот момент тоже можно, по крайней мере, у меня стянуло. Хотя, в общем-то, я тут старалась не, скажем, соответствовать нашей схеме. Вполне возможно, что, в общем-то, где-то можно добавить еще столбики или окошко. Это уже можно будет смотреть, когда вы свяжете свой образец. А сейчас мы с вами поговорим о том, как нам сделать вот треугольник. На основании треугольника вы тогда сможете уже сделать и половину квадрата. Я думаю, с треугольником будет немножко посложнее, хотя, в принципе, и то, и то, в общем-то, несложно. Итак, сейчас займемся треугольником. Давайте посмотрим схему. Как вы видите, треугольник подразумевает у нас всего два вот этих вот лепестка из нашего квадрата. вот это колечко я провязала восемь. И вот то, что осталось, закрыла столбиками без накида. Вы можете провязать не восемь, допустим, провяжите четыре, тогда это окошко будет, колечко будет немножко меньше. Опять-таки, вы можете проэкспериментировать. И далее, опять-таки, дойдя до вот нашего столбика, мы поднимаемся с вами соединительной петлей. И сейчас будем провязывать вот тот ряд, который соединяет вот три и соединительный четыре столбика соединяем в одну вершину. То есть, тут у нас все понятно. Да, в принципе, так все понятно, но почему вот возникают вопросы. Мы с вами соединились, так, один, два, три, мы с вами соединились и сделали точно так же второй лепесток. Так, вот мы с вами получается связали наши лепестки, да, вот наш столбик, которые должны заходить. Теперь я поворачиваю вязание. Основной принцип того, что мы с вами вяжем не по кругу, а мы с вами поворачиваем наше вязание. Я провязываю, как показано по схеме, один, два, три, четыре. Так, я сейчас делаю накид и вот вот в этот столбик захожу и мы вяжем с вами вот этот вот длинный столбик с одним накидом, провязали. Теперь один, два, три, четыре. Мы с вами за соединились вот с вершиной нашего лепестка. Один, два, три, четыре. Накид. Ну, мы с вами тут оговаривали. я захожу в столбик, провязала раз, подтянула высоту, провязала второй раз. Две воздушных петли, накид и второй столбик. Один, два и один, два, три, четыре. Соединились с вершинкой. Так. И вот теперь опять один, два, три, четыре, накид и опять ищем вот на колечке наш столбик. И в общем-то как бы завершили ряд. Повернули вязание. Вот смотрите. Видите у нас вот это угол, вот угол, вот это мы должны. Но вот здесь вот нам все-таки по схемке если мы посмотрим, они все-таки провязывают половинку угла. Хотя вот в этом в последнем. Вы знаете, вот здесь в последнем как показано сделали еще одну воздушную петлю, один накид и сделали второй. столбик. так. Видите? То есть вы как бы можете примерять и регулировать этот момент. И вот теперь я делаю один, два, три, четыре, накид и вот в эту арочку провязываю четыре столбика. Один столбик, второй, третий и четвертый. То есть все как у нас и там. И переходим вот сюда. Здесь у нас один столбик, второй столбик и столбик в сам столбик. И два столбика под следующую арку. Один из двух петель, которые между вытянутыми столбиками, мы опять с вами провязываем четыре. Тут мы с вами провяжем один, два, три, вот у нас четыре, три воздушных петли, накид и следующий столбик. Итак, вот смотрите, я связала треугольник. Он может быть немножко быть, вы можете примерить, да, может быть, немножко здесь больше, меньше сделать. Точно так же вы смотрите на схему, здесь получается у нас там, где половинка, у нас центральный лепесток, да, и половинки боковые. Смотрите и вывязывайте так, как вам нужно. Вот у нас вот так мы примеряем, у нас получается с вами уже угол для нашей кофты. вот пожалуй и все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов и до скорых встреч. субтитры 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 Продолжение следует...